Дорогие друзья, доброе утро! Это программа Утренний Фрэш. Меня зовут Александр Лупиненко. Я, как всегда, расскажу о культурных событиях Гомеля и познакомлю с другими интересными фактами. Сегодня на территории Гомельской области будет сплошная облачность. Осадка вне прогнозируется. Днем температура воздуха составит 7 градусов тепла. Ветер западного направления скоростью до 7 метров в секунду. Внимание! Кастинг! Если вы любите телевидение, мы ждем вас в нашу команду. Телеканал «Беларусь-4 Гомель» приглашает на кастинг ведущих в новости. Возраст 25+, высшее образование, а также хорошая дикция. Важно! В совершенстве владеть русским и белорусским языками. Заявку можно отправить до 29 февраля. Более подробную информацию можно найти на нашем сайте tvrgomel.by, а также на наших страничках в социальных сетях. В Гомеле открылась фотовыставка «Белта». Беларусь помнит 75 мгновений войны. Она представлена в холле областного драматического театра. Проект приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Он отражает 75 мгновений, которые были запечатлены в годы войны. Это работы военных корреспондентов и малоизвестные кадры. Для этой выставки были подобраны раритетные кадры с мест военных событий. Моменты освобождения областных городов, восстановления из руин. После Гомеля фотовыставка продолжит свой путь по областным центрам. Планируется также, что экспозиция будет представлена в Израиле и Австрии. Творческий тандем Олега Лукашевича и Александра Алексеева хорошо известен в Беларуси и за ее пределами. Они единственные в стране журналисты, которые более 20 лет работают на самых престижных кинофестивалях. И одно из направлений их творчества – репортажная фотография, герои которых – мировые звезды. Их уникальный архив можно увидеть на выставке под названием «Старс» знаменитости в объективе Олега Лукашевича и Александра Алексеева. Гости Дворца Румянцевых и Паскевича могут прогуляться по красной дорожке со звездами мирового кино и шоу-бизнеса и прочувствовать атмосферу мировых кинофестивалей. Не пропустите! Живых бабочек показывают на выставке «Тропический рай» в картинной галереи Гаврила Ващенко. Главные экспонаты – хрупкие насекомые из Азии, Африки, Австралии и Америки. Им нужны особые условия, поэтому для того, чтобы не замерзнуть, в зале галереи воссоздан настоящий тропический климат. В помещении поддерживаются комфортные условия для насекомых, так что посетители могут попасть практически в тропики. Экспозицию приходится постоянно обновлять, ведь бабочки живут от нескольких часов до недели, доставляют их еще в коконах. А это говорит о том, что гости галереи смогут стать и свидетелями необыкновенной метаморфозы – превращения куколки в настоящую бабочку. До 1 марта в областном центре проходят гастроли Брестского театра «Кукол». Для детей подготовлен спектакль под названием «День рождения кота Леопольда». А для молодежи и взрослых – постановка «Холстомер». А 10 и 11 марта на сцене театра можно будет увидеть постановки Могилевского областного театра «Кукол». Детям покажут спектакль «Котенок по имени Гав», а взрослым – постановку «Синее-синее». В свою очередь Гомельский театр «Кукол» с ответными гастролями отправился в Брест, Могилев и Бобруйск. До 15 марта в нашем регионе проводится отбор юных музыкантов на творческий проект «Играем и поем с оркестром». Он соберет на одной сцене юных и профессиональных музыкантов. Гомельская областная филармония приглашает учащихся учреждений профильного образования. Для каждого из них этот проект станет хорошей возможностью заявить о себе, а также выступить на одной сцене с профессиональными артистами. Начинающие музыканты будут находиться в центре внимания при исполнении классических произведений. Им отдадут приоритет. Под них построят и программу. Этот проект призван способствовать развитию профессиональной школы инструментального и вокального искусства. Принимайте участие и заявляйте о себе. В областном центре к проведению готовится международный конкурс молодых исполнителей «Вокал Смайл». В первый день марта он не только откроет молодые таланты, но и поможет раскрыть творческий потенциал участников. Участниками конкурса станут все желающие возрасте от трех лет. Подробную информацию можно найти в группе конкурса в социальной сети ВКонтакте. Мероприятие пройдет 1 марта. Вход свободный. Выразительность звучания, точная техника исполнения, гармоничность репертуара. Все это – вокальный квинтет «Чистый голос». Великолепные данные позволяют исполнителям находить уникальные краски для каждой песни. 4 марта коллектив порадует гомельскую публику. На сцене общественно-культурного центра «Чистый голос» снова будет петь о прекрасном чувстве. Концерт под названием «И снова о любви» может стать замечательным подарком для милых дам в канун дня женщин. Также это уникальная возможность провести приятный романтический вечер в окружении песен о любви и счастье. Так что не пропустите. Белтель радиокомпания приступила к организации кастингов проекта «Х-фактор». Они пройдут во всех областях страны. Жители нашего региона, которые желают принять в них участие, будут ждать на мероприятиях в областном центре 26 и 27 марта. А 25 апреля во дворце культуры «Мозырский НПЗ». Попробовать свои силы в отборочном туре можно уже с 16 лет. А следующая информация будет полезна любителям лова рыбы. С 1 марта в регионе вводится запрет на лов щуки. Он продлится до 15 апреля. Такая мера связана с началом нереста у этого вида. Щука идет на нерест раньше других весенне нерестующих рыб, поскольку не так требовательно к прогреву воды. Добыча этого вида рыбы во время запрета обойдется нарушителем в немалые суммы. В сети появилась фотография домашнего питомца, который похож на собаку и на кота одновременно. Снимок вызвал бурное обсуждение. Несмотря на то, что животное больше походит на пса, кошатники настаивают на том, что это кот. Активные пользователи сети уже придумали множество шуток и мемов на эту тему. Кто знает, может извечное противостояние кошатников и собачников медленно сойдет на нет. К следующим новостям. Отправляясь в отпуск, берете ли вы с собой домашних животных или оставляете их на ответственность соседей или родственников? Если приходится доверять их кому-то другому, то задумайтесь о поездке в Дубай. Там открыли отель для проживания туристов с домашними животными. Для того, чтобы заселиться в отель с четвероногим другом, дополнительные платы не потребуются. Для этого достаточно предупредить персонал во время бронирования номера. Важно знать, что в такой гостинице вместе с хозяевами могут отдыхать питомцы любой породы и любого размера. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы, рассказ о ярких событиях из жизни нашего региона, интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск. В гостях у передачи Александр Софикс – музыкант, композитор, художник, продюсер. Специально для вас он подготовил настоящий эксклюзив – рецепт масленичных блинов от Александра Софикса. Этим добрым вечером мы не только услышим удивительные истории о том, как создаются картины и пишется музыка, но и сами попробуем написать картину. Включайте телеканал «Беларусь 4». Новый день с вами встречали «Утренний фреш» и я, Александр Лупиненко. Хочу пожелать исключительно хорошего настроения, улыбок окружающих и друзей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова